АвтоВАЗ подвёл итоги года на традиционной январской пресс-конференции. Год оказался настолько сложным, что снижение продаж на 46% рассматривают как победу. Ещё бы, ведь остальной рынок рухнул на все 59%. Всего в России реализовано меньше 200 тысяч лад, хотя вместе с экспортом производство всё же перешагнуло за 200 тысяч. Больше половины из них — это Гранта, которая сейчас выпускается в упрощённом виде с кузовами седан, лифтбэк и универсал, включая кросс-версию. Самый короткий хэтчбэк вернётся в гамму в 2023 году. На втором месте оказалась давно не выпускающаяся Веста с результатом 29 тысяч машин. Однако сам АвтоВАЗ предпочитает выводить на вторую строчку семейство Нивы, складывая примерно равные результаты Нивы Тревел и Нивы Ледженд. Следом идут универсалы и фургоны Ларгус и хэтчбэки X-Ray. Интересно, что более 40% машин проданы юрлицам, в позапрошлом году корпоративных клиентов было только треть. Из-за проблем с импортными поставками АвтоВАЗ продолжает время от времени выпускать некомплектные машины, которые приходится дооборудовать по мере прихода деталей. Причём трудности возникают даже с формально неподсанкционными компонентами. Очень часто идёт отказ по тем элементам, по которым есть возможность, пока они ещё не включены в санкционные списки. Но при этом наши партнёры, глобальные производители, из-за рисков в целом ведения бизнеса с Российской Федерацией и необходимости перепроверки, многократной перепроверки, так называемого комплайнса, они отказываются от поставок или на какой-то период блокируют их. Несмотря на многомесячный простой, закончить год удалось в плюсе, показав чистую прибыль в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Однако в нынешнем году прибыли, вероятно, не будет. Впереди сложный перезапуск производств и грядущее списание оснастки для выпуска автомобилей Рено и французского двигателя HR16. Весной мы планируем запуск производства долгожданной «Весты», и осенью мы планируем старт производства «Ларгуса». Поэтому модельная линейка будет расширена нашими двумя достаточно серьёзно продаваемыми автомобилями в прошлом. Как мы и предполагали, выпускать «Весту» начнут с 8-клапанным мотором 1.6. 16-клапанник вернётся в мае. Для него калибруют новый блок управления. Из ранее неизвестного «Веста» сходу получит АБС, после чего систему поэтапно вернут на другие модели. Наконец, «АвтоВАЗ» определился с двухпедальными версиями. Они вернутся в 2024 году. И это будет вариатор, не названный пока, но наверняка китайской фирмы.